Я очень люблю хороший звук. Ну, естественно, в плане музыки. И я в своё время перепробовал довольно много наушников в поисках идеальных. И я их нашёл. Это вот эти вот AKG 361. В них нет главенствующих низких частот, в них нет пищащих и высоких. И звук довольно-таки усреднённый. Но при этом замечательная детализация. То есть, когда включаешь даже знакомую композицию, которую слушал с детства, обязательно в ней находишь что-то такое, чего ты не слышал до этого. И, собственно, потому что я люблю наушники с хорошим звуком, я взял на обзор вот эту коробочку. Привет, Рэта, консольщики. Сегодня я хотел поговорить вот об этих наушниках. Несмотря на то, что многие блогеры уже сделали на них полноценные обзоры, я хочу высказать своё мнение. И несмотря на то, что вот у этих наушников очень хороший звук для музыки, для всего остального они не совсем подходят. И дальше я объясню, почему. Я надеюсь, что наушники от компании Fifine дополнят мои любимые наушники от AKG. С компанией Fifine я уже был знаком до этого. У меня есть их микрофон, обзор на который, кстати, есть на канале. И я подумал, что раз уж у них хороший микрофон бюджетный, то и бюджетные наушники должны быть неплохими. Итак, это наушники от компании Fifine Gaming Handset H3. Ну, то есть, H3. Так что давайте с вами посмотрим, что это за H3. Сразу скажу, что мне не понравилось. И эта коробка. Она из тонкого картона и очень сильно мнётся. Поэтому для подарка, скорее всего, она не подойдёт. Несмотря на то, что мне её прислали в двух пупырчатых пакетах, коробка всё равно оказалась жёванная. В коробке сверху лежит листочек с инструкцией, что куда нужно подсоединять. И сами наушники, между амбушюрами которой лежит вот такой чёрный конвертик. Тоже, кстати, достаточно жёванный. Здесь идёт съёмный микрофон и переходник с единого джека на два джека на наушники и микрофон по отдельности, чтобы они были. Это в зависимости от того, как они у вас подключаются к компьютеру. На самих же наушниках идёт на конце провода тот самый сдвоенный джек и USB. USB служит исключительно для подсветки. Про подсветку мы поговорим чуть позже. Шнур плетёный, довольно-таки длинный. Написано, что 2 метра. Скорее всего, так оно и есть. Так что дотянется до любого системного блока. Шнур несъёмный. И на шнуре идёт небольшой пульт управления с колёсиком громкости и включением и выключением микрофона. Пару слов ещё хочу сказать о конструкции. Здесь мягкие амбушюры, мягкое изголовье из эко-кожи, скорее всего. Ну, по крайней мере, так принято говорить. И довольно крупные чашечки. Если сравнивать с наушниками от AKG, то новые наушники смотрятся гораздо массивнее. Если наушники AKG можно сложить вот таким вот образом и взять их с собой, то наушники от FIFINE уже никак не сложишь. И придётся искать место для их хранения. Вот такой дяденька вполне подходит для этих целей. Ещё мне понравилось вот это металлическое крепление алюминиевое, которое идёт, собственно, одним концом в изголовье, а другим концом крепится к чашечке. Это очень большой плюс, потому что большое количество наушников, которые у меня были, ломались именно вот здесь вот. Но при этом, что мне не очень понравилось, это обработка самого алюминия. Такое чувство, что просто на штамповочном автомате это вырезали, и заусенцы вот эти все неровности так и остались. То есть их никак не обработали. Наверное, для бюджетных наушников это нормально. Но хотелось бы, чтобы немножко поаккуратнее это выглядело. Но, опять же, это нужно присматриваться внимательно, и издалека этого не видно. Естественно, наушники регулируются по высоте с одной и с другой стороны, и рассчитаны, в принципе, довольно на большую голову. Я могу ещё спокойно запихнуть сюда свою руку, и они мне будут в самый раз. А так мне достаточно поднять буквально на 3-4 деления, и на моей стандартной голове они будут сидеть довольно-таки неплохо. Если металлическое алюминиевое крепление, то это плюс, то вот несъёмный провод для меня лично это минус. В моих основных наушниках шнур съёмный, и если вдруг со шнуром что-то происходит, я его просто отсоединяю и подсоединяю новые. Ну, либо мне нужен шнур какой-то другой длины. Плюс в комплекте идёт большой джек. А в наушниках FIFINE этого джека нет. И поэтому приходится искать переходник. А переходник мне нужен для того, чтобы вставить эти наушники в аудиокарту. Аудиокарта уже идёт на компьютер. Есть наушники, у которых микрофон не снимается, и он болтается постоянно. Конечно, его можно отогнуть куда-нибудь в сторону, но всё равно он будет периодически мешаться. Здесь же можно его просто снять, и наушники никак от этого не потеряют во внешнем виде. То есть вот это маленькое отверстие, оно практически незаметно в наушниках. И так как я пользуюсь микрофоном довольно редко, ну, по крайней мере, в наушниках, то мне гораздо удобнее его отсоединить и куда-нибудь положить до лучших времён, пока он мне не потребуется, чем он будет постоянно здесь, у меня вот здесь. Давайте послушаем звук. Итак, я подключил этот микрофон к камере и записываю непосредственно на камеру без каких-либо обработок звука. То есть там ни улучшателей, ни гасителей шумов, ничего нет. До этого я записывал звук на свою петличку, и вы можете сравнить, как звук шёл на петличке и как звук идёт с этого микрофона. Выносной микрофон, когда ты говоришь, это, как мне кажется, удобнее, потому что ты говоришь практически сам микрофон. Если взять наушники от AKG, тут тоже есть микрофон, но он встроенный в наушники, и он выглядит, как такое маленькое отверстие. И когда ты говоришь, он улавливает твой голос где-то здесь, тогда как и этот микрофон улавливает голос напрямую. Единственное, что на этом микрофоне нет никакой ни ветрозащиты, ни поп-фильтра, и я не знаю, как будут выдаваться вот эти все вредные звуки, которые при записи обычно выделяются. Ну что ж, что можно сказать об этом микрофоне? Для того, чтобы поиграть с другом в онлайн-игру, этого достаточно. Для того, чтобы поговорить по телефону через Telegram, или тот же Zoom, или ещё что-то, какие мессенджеры вы используете, этого тоже будет достаточно. Но вот для прямой трансляции или для записи видеороликов, конечно, лучше, чтобы был какой-либо стационарный микрофон, либо петличка, как у меня на данный момент. Поэтому микрофон мы отсоединяем и поговорим о звуке. Сначала о шумоизоляции. Естественно, никакой активной шумоизоляции здесь нет и не может быть за такую цену. Но звукоизоляция минимальная всё-таки есть. То есть, если мимо вас пробежит кошка на маленьких лапках, вы её, скорее всего, не услышите. Но если около вас залает собака, то её будет слышно прекрасно. А теперь, что касается самого звука. Вот что плохого, как я сказал в начале ролика, в этих наушниках? Ведь в них шикарная детализация и усреднённые частоты. Сейчас постараюсь объяснить. Когда вы слушаете музыку, это очень здорово слышать каждый инструмент, прислушиваться к партии, допустим, скрипки и бас-гитары. И при этом вы слышите и то, и другое, и что-то ещё, различные нюансы. Например, как смычок скользит по струнам скрипки. И в этой же детализации есть и минус. Дело в том, что когда вы включаете YouTube какой-нибудь видеоролик, где очень плохой, ну или не очень плохой, но не очень качественный микрофон, и вы слышите все шумы и помехи этого микрофона. В этих же наушниках такой дотошной детализации нет. И поэтому, даже если микрофон плохенький, звучит он лучше. Я имею в виду ролики на YouTube. Плюс в этих наушниках усреднённых частот нету, а прибавлены басы. С одной стороны, для музыки это не очень хорошо, если вы, конечно, не слушаете какой-нибудь рэпчик или электронную музыку, или что-то такое, где басы наоборот должны быть. При этом, когда вы слушаете YouTube или какой-нибудь фильм, басы, они не бывают лишними. То есть, например, проезжает какой-либо автомобиль, вы слышите его гул. Если вы играете какую-то игру и производите выстрел, вы отчётливо слышите вот этот звук выстрела, такой низкий, такой мощный. То есть, прибавляется мощь, можно сказать, в наушниках. Поэтому я могу с абсолютной чёткостью сказать, что для прослушивания музыки эти наушники не подходят, но они очень хороши как в фильмах, так и в играх. Но это только моё мнение. Своё мнение оставляйте в комментариях. Ну и последнее, о чём можно рассказать о наушниках, это, ну, как по мне, не самая главная, не самая важная функция – это подсветка. На этих наушниках есть только RGB-подсветка вот этого смайлика. Он переливается разными цветами радуги и больше ничего не происходит. Настраивать подсветку никак нельзя. И чтобы её подключить, как я уже говорил, нужно подключать USB-питание к этим наушникам. Ну, насколько это круто смотрится, оцените сами. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Лично я USB-подсветкой пользоваться, скорее всего, ну, скорее всего, точно не буду. Хотя кому-то, возможно, она и зайдёт. Ну что ж, на этом всё. Это было моё личное мнение, субъективное мнение по поводу этих наушников. У них есть как плюсы, так и минусы. И как дополнительные наушники к моим основным, они вполне подходят. Но ещё раз повторюсь, я всё-таки меломан, я люблю музыку, я слушаю музыку много, поэтому у меня теперь для музыки есть отдельные наушники. Эти же я буду использовать исключительно для игр, для фильмов и ютубчика. Ну и по цене эти наушники бюджетные, они в районе 3000 сейчас стоят на Алиэкспресс. Ссылочка внизу в описании будет. А какими наушниками пользуетесь вы? Напишите в комментариях, мне будет это очень интересно. Всем пока!